В некоторых заявках, которые к нам приходят, описываются настолько жуткие события, что их просто страшно читать. Особенно, если речь заходит о неблагополучных родителях и их несчастных детях. Одна из таких историй случилась почти 38 лет назад в Казахстане, в небольшом поселке Кушмурун. Расскажет нам обо всем человек, который оказался непосредственным участником событий и чудом выжил. Леонид, проходите к нам. Здравствуйте, Леонид. Расскажите, Леонид, какая у вас история? Я так понимаю, что она началась, когда вы были еще совсем маленьким ребенком, да? Мне было 7 месяцев, когда эта история произошла. Мои соседи, увидев, ну, это северный Казахстан, там холодно, и все печки топят углем. И они когда увидели, что в нашем доме не топится печка, ну, уже 2-3 дня, они решили зайти проверить, посмотреть, что происходит. Зайдя домой, они увидели двух братьев моих, Вадима и Владимира. Владимиру 5 лет было, Вадиму 2 года было, мне 7 месяцев было. Вот они их нашли в кухне, ну, у печки. Ну, они были в чем-то обмотаны какие-то, видать, вещи нашли. А меня они сразу не смогли найти, пока вызвали скорую, милицию. Ну, родителей отсутствовали, не было никого, кроме них. Они решили затопить печку. Вот, подойдя к печке, открыли поддувал, увидели меня там. О, Господи. Вытащили, протерли, обмыли, пока скорая ехала. Жуткая какая-то история. А почему в печке? Может, инстинкт у меня работал, что там тепло было. А, может быть, ты сам забрался туда, да? Ну, скорее всего, я сам залез туда. Она внизу поддувала, сама внизу. Скорее всего, ну, я так думаю, это инстинкт был. А сколько вы провели времени в этом доме? Двое-трое суток где-то. Трое суток? Двое-трое суток, да. Ну, выяснилось, отца посадили, а по словам соседей, мама выпивала и ее не было дома. После этого нас передали в скорой, и скорая уже нас в органной опеке определила. Ну, хорошо, а дальше что? Дальше вас, что? Органной опеке нас определили в детские дома. И вот где-то в возрасте пяти лет я уже начал понимать, ну, уже соображать. Я познакомился с братьями своими, я уже понял, что это мои братья. Это в детском доме, да? В детском доме, да. Потом к нам приезжал отец, ну, привез нам овощи, фрукты, игрушки какие-то привозил. И где-то месяца через два он нас забрал к себе домой уже. И мы уже дальше вот жили, он воспитывал нас сам. Он познакомился со своей сожительницей, я ее теть Надя называл, это как мачеха наша была. С ней отношения у нас очень-очень плохие были. Она кушать не умела готовить, нас постоянно задирало. Мы ее теть Надя мамой, мы ее не называли. Ее это бесило. И нас отец кормил, сам вещи шил нам, там обувь шил даже делал. Ну, голодные мы не сидели, одеты, обуты, даже на отличника я учился. Это отец нас сам, он не давал ей. А где он работал сам? Он сам электрик был, а так как это деревня, у всех насосы, стиральные машинки, он перематывал, проводку где-то делал. Руками все умел делать, да? Да, у нас два больших огорода было, мы картошку сажали, соленья, огурцы, помидоры, мы сами дети, мы тоже там копались, пололи, все то же самое делали. Вот старший брат, где-то 14-15 лет, ему было Владимир, он не смог уже с тетей Надей сожительствовать вместе в одном доме, он убежал с дома. 20 лет мы его не видели вообще. Потом случайно позвонили дяде, брату отца, он живой был в Казахстане, и он нам сообщил, что Вова живет с ним. И мы начали подготавливать документы, чтобы перевезти его сюда, в Россию. Ну, мы здесь же живем уже. А кого же вы ищете? А я сейчас вам расскажу. Отец в 2000 году у нас умер, у него сердце остановилось. Когда меня забрали отца, сестры, оформили опекунство на нас двоих, вот на Вадима, на среднего, я младший брата, забрали висентуки, мне попались документы о лишении моей матери родительских прав. на нас троих ее лишили, и еще четверо, две девочки и два мальчика, но они старше нас. Вы нам прислали эти документы, давайте посмотрим. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Лишить Морщинину Рединскую Татьяну Александровну родительских прав в отношении детей Оксаны, Андрея, Ольги, Евгения, Владимира, Вадима, Леонида. Сколько же детей у вашей матери? Семь. Семеро. Семеро детей. От первого брака. Четверо. И от второго брака. Ну, от нашего отца трое. То есть вы не знали, что у вас такое количество братьев и сестер? Нет, это потом мне случайно. Узнали из этого документа? Случайно попались, да, эти документы. И вот я уже начал по соцсетям сначала искал, ну, ничего мне не нашел. И вот обратился к вам в передачу. Скажите, пожалуйста, а вот вашим братьям Вадима, Владимира интересны им будут эти поиски? Как вы думаете? Владимиром я разговаривал, ну, мы общаемся. Он тоже, да, он хочет, но он стеснительный, камер боится. А вы смелый. Приехали не зря. Потому что на вашу заявку пришел отклик. От человека с судьбой очень похожий на вашу. Давайте посмотрим. Девочка-пай. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сестра у меня и брат Антон ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Спасибо вам большое, что есть такая передача.